Ну, привет, пиани. Новый год на носу, как говорится, да? А мы тут это. Продолжаем все тем же заниматься. В общем, читаю я недавно на ютубе там оповещения какие-то приходят, а там ребят какие-то пишут, типа, дядь, куда запропал, где ролики? Это было такое необычное для меня ощущение новое. Ну, то есть я ко всей этой хуйне, очевидно, серьезно не отношусь. Это так, для развлечения. Тем не менее, уже откуда-то почти полтыщи человек. Господи, кто эти люди? У меня друзья, ради которых я начинал заниматься. Тридцать. Пятьсот людей в подписчиках. И они хотят контента. Это настолько... Это прямо меня заставило пересмотреть вообще ценность. Да, там очень меня занимаюсь. Ну, в общем, спасибо вам большое, ребят. Это прямо было необычно и круто. Ну, я действительно, что, три недели не выходил на связь. Но вы не подумайте только ради бога, что я в это время не бухал. Я бухал просто до посинения. Пил изопропиловый спирт, настойки на животных, ацетоны, формальдегиды, уксусные кислоты, валерьянку. Ну, в общем, все было хорошо. Капельницы в этот раз делал не закончилось. Промывание в желудке тоже. Так что успешно. Все успешно. Потом взял таймаут. Небольшой дня четыре передохнул. И, в принципе, снова готов к бою. Тем более, какие варианты. Сейчас начинается Новый год. Это, ну, у нас в стране, в Россиюшке, в Матушке, это же святое. Ну, сейчас все начнут просто пить. Как с тридцатого числа вечера. Потому что тридцать первая тень. Нерабочие деньги придумали. Дураки. Лишнедельпенство. С тридцатого начнем. Разумеется, только десятого вечером закончим. А нет, десятого драма, значит, девятого вечера. Хотя это не точно. Ну, что ж. Кому-то повод, кому-то халява. Да, а нам это и другое. В целом, ничего плохого. Тут и этот самый нарисовался небольшой материальчик. Ну, так, ничего особенного, но вдруг кому-то что-то интересное. В общем, когда мой канал, да, только начинался, самым первым обзором, это был так называемый даже обзор, мне назовешь, что был видосик на Балантайнс, который один из моих любимых виски, я чуть позже разовью эту тему, который мне просто привез мой друган из Дьютифри. Знаешь, что Литрушка Балантайнса, она у меня в хозяйстве вообще всегда, как у хорошей хозяйки, соль. Да, много соль не бывает на кухне, хоть пудовый мешок, а все разойдется рано или поздно. Ну, с Балантайнсом то же самое у меня. В принципе, Литрушка Балантайнса и там что-то пишет на следующий день, типа, ну что, Димон, как? Ну, и я, собственно, записал вот этот короткий ролик, где заебись и тем самым, да, выпустил Джина из бутылки, потому что почему-то это нашли забавно, мы решили еще пару раз так сделать. Ну, и вот, к сожалению, я тут перед вами опять. А серьезного-то обзора на Балантайнса не было, а виски это, между прочим, но того стоит. Ну, давайте так, по пунктам, чуть более серьезно, да, в этот раз, чем обычно. Почему-то люди, ну как, за людей говорить не буду, тем более у нас, в смысле, их мало, людей-то, настоящих человеков. Это рептиловер, типа меня, по-моему, ящеров всяких и прочих. Ну, так вот, в России мы все, на самом деле, жуткие слова. Мы только в навозе со свиньями валяемся и рабостных рюкок пьем какую-то дикую сивуху-барматуху, а чуть-чуть только налет цивилизации на нас оказывается, и мы такие, ой, я односолдовые предпочитаю. И мне так одна фифа заявила, я помню, лет восемь назад. Она просто слышала это слово, она знает, что это круто, модно, там, мужики ее все прежние пили односолдовые вискари. Но разобраться она, очевидно, у них не может. Ну, в общем, это, мне кажется, такой... Нам кажется, что это флер с анабвизмом, а на самом деле это пребейство. Сделать хороший купаж, ребята, это вообще сложно. Именно поэтому блендовых виски, по-настоящему прилично, так мало. И так вот, ну, на вскидку, кроме Чивоса, Балантайнса, ну, и там разных ирландцев, в общем-то, мне так сейчас на вскидку и не приходится. Ну, разумеется, и не больше. Хороший блонд редкость. Потому что есть, ну, полные гермищи, типа белая лошадь, а белая лошадь, ну, поймите правильно, она чуть ли не 150 лет уже развивается. Про него еще и Генри писал, начало 20-го века. То есть уже в это время марка была даже в Америке известна. И продается им, ну, потому что алкаши есть везде, во всех странах, и, видимо, чем дешевле виски, тем лучше. Дальше, да, существует такой фазовый переход, связанный со стендусом напитка. Я тоже начинаю где-то там двух с половиной тысяч рублей, но за бленд уже скучно платить. И среди односоловых виски гораздо больше разнообразия, по факту, получается во вкусе, потому что бочками играются люди. Тут тебе хересная, там тебе модейровая, здесь тебе из-под американского бурбона, тут тебе из жёнового дуба, тут тебе из английского белого дуба. Ну, и получаются очень разные вкусы, даже если это, например, виски одной десятилерии. Да, вот у одного Маккалана, как я его, ну, средненько к нему отношусь, не мой фаворит, но у него куча разных вкусов. Ну, тем не менее, сварить, ну, как сварить, сделать хороший глад, это прям сложно. Это дело, кстати, обстоит примерно как в модном сейчас крафтовом пивоварении. То есть, все там возятся, что-то хмель там, вкусовые добавки всякие там делают. Только чтобы потом какой-нибудь там бородач модный мог, значит, сказать, ну, мне кажется, вот это сессионное пивко немножко переохмелено. Ну, и поебал, получается такой базар, конечно, сразу. А вот сварить хороший лагер, я уже не говорю на уровне, там, чехов, немцев, а просто, вот, обычный, приличный лагер, хотя бы на уровне хорошего лагера российского, маленькому пивовару почти не подсьют. Собственно, это и причина, почему делают крафт, ну, так массово. Потому что то, что можно делать небольшое пивоварение, и при этом, ну, еще с этого как-то жить. Каким самовыражением заниматься и не в минус себе, скажем так, да? В общем, хороший лагер – редкость, и хороший, приличный бленд – это тоже редкость. И у меня вот мой самый, наверное, любимый – это как раз балантайнс. Я когда беру в руки эту квадратненькую или трошечку, я прямо чувствую сразу прилив хорошего настроения и энергии. У него мягкий, деликатный вкус. Я могу пить его крупными шумными глотками, там, стаканами, бутылками. И он очень комфортно в животе униживается. От него очень приятное тепло, вот не жар такой. Ну, там, понятно, что вкусовщины много, рецепты у всех разные, да? Там эти сосочки, хуилочки, глотка у него всех луженая. Но лично мне балантайнс заходит и в качестве виски на каждый день. Я, собственно, его предпочитаю очень многим другим. Ну, из чего балантайнс сделан – это тоже загадка. Дело в том, что нам намикшировано чуть ли не с полсотни разных вискарей, которые, естественно, спирты-то они получают с вискокурин, которые изначально делают однослово, а потом это уже все, да, замешивается в Гуэнд, балится. Но чел хорош Гуэнд. Он очень долгое время, десятки лет, может соблюдать примерно одно и то же качество. То, что я рассказывал в видео про Чивося. Какой был в 90-е годы, когда я его впервые попробовал. И, скорее всего, такой же он был там и в 60-е годы прошлого века. Ну, такой же он и сейчас. Многие это ценят. Многие люди – это консерватизм, сдержанность – это одна из, ну, не заповедь, а добродетелей настоящего джентльмена. Сдержанность и консерватизм. Ну, приходит человек в клуб, что будет пить? Уже там дворецкий знает. Вот этот мистер, там, сэр, может быть даже, пьет балантайнс. Всегда один и тот же. Балантайнс бывает также 14-летний, может, еще какой-то есть. Я вот пил, кроме базы, вот тут 14-летний. Не могу сказать, что он мне понравился сильнее. Ему выдержка ничего особо такого не сообщила. Так что, возможно, тут фонд денег не стоит. Но сегодня я увидел просто балантайнс, который меня очень сильно привлек. И вот я сегодня его буду пить. Значит, вот такая вот бутылка. Ну, и вот, прямо скажем, сначала мне показалось, что это просто уже окончательно не ебнулись в старой доброй Англии. ЛГБТ-повесточка актуальная для них пошла. Но потом присмотрелся, увидел вот тут еще что-то. Шаума, шампунь, думаю, ну вообще прекрасно. Будем пробовать. Ну, это не Шаума, а это какая-то Шона Икс. Даже потребовалось некоторое гугление, потому что я в душе не ебал, кто это такой. А это оказалась она. А это какой-то скетчер, графист, дизайнер. То ли она комиксы рисует, то ли бренд для рекламы, то ли реклама для брендов, то ли дизайн для них обоих. Ну, если бы она все время бы занималась тем, что разрисовывала алкогольные бутылки, я бы, ну, естественно, ее знал. А это вот что-то они там скооперировались, или как сейчас модно говорить, у хипсоты коллаборейшн. Но самое смешное, разумеется, во всем этом, эта вообще история не была бы окончательно прикольной пола, если бы вот эту раскраску они не делали под новый 2021 год. То есть, с учетом, видимо, там короны, пандемийных задержек, логистики, а также того, что магазины и так затоварены балантайнцем, по самое, там, не могу, а покупательный спейс спрос, да, там, возможность у россиян, она снижается, объективно снижается, конечно. И, видимо, вот эти бутылки, сделанные для того года, только-только начали поступать в продажу. По крайней мере, я раньше ее не видел, а только вот сегодня выкопал. Ну, то есть, на вкус, вот самый обычный каноничный балантайнц, 40-градусный. Ну, надеюсь, он меня не разочарует, ну, в смысле, я точно знаю, что он меня не разочарует. Но я, кстати, балантайнц давно не пил, мне кажется. У меня-то чуть несколько дней провалов в памяти были. Но бутылок вроде не находил. Дозатор отсутствует, это просто прекрасно. Я, по-моему, только в какой-то стране уже даже не помню. В общем, что-то пару раз мне попадались балантайнцы с дозатором. Ну, это ужасно, я их выковыривал сразу. А так вот, гонышко, в миру широкое. То есть, бухло не надо в себя там жабы всасывать, он со мной потечет. Только запрокинь, как бы, бутылку сделайте, или как на глоточек. Чего я вам и желаю. Ваше здоровье, Ваше. За жизнь, за всю хуруму, как говорится. Ну, это же чудо, ребят. Просто чудо. Никакой мерзотной отрыжки. Три крупных больших глотка. Просто как дождик. Как дождик на вспаханное поле засеянное. Ну, вот. Прекрасно вообще. Просто охрененно. Очень жаль, что завтра на работу я не могу себе просто позволить себе прикончить всю. Придется ограничиться. Для мужика третью. Как бы половины не случилось, но надо соблюдать пропорции. И больше третьей себе не позволять. Да, так что балантайнец хорош. Опять же, возвращаемся к наборевшему для многих вопросу. О соотношении цена-качество. Ну, даже для многих, может быть, цена и впереди качество. Ну, ледушка балантайнец где-нибудь в Ашане, в ароматнике, ну, в московской рознице, будет где-то стоить от 1900 до двух с небольшим хером. Там, 2200, может быть. Давно не покупал бы, я не знаю. Точно? И, учитывая, что вот эту бутылку я взял сегодня за 960, получается, что брать ретруху-то и не больно логично. Потому что за те же 2000 уже получилось бы 1,4, а не литр. Ебала жаба гадюка, да? То есть, что, как происходит ценообразование, какое оно имеет вообще отношение к ретражу, я до сих пор не понимаю. Оставим на совести ретейлеров. Но, в целом, я вот что хочу сказать. Рядом с ней стояла, по-моему, литруха, где-то за 900, по-моему, рублей, а то и подороже, кстати. Может, там, примерно за 1000, там, типа, 999. Вильяма Лаусона. Ну, который по всем вообще мирским, юридическим и божьим законам, блядь, виски называть нельзя. Ну, потому что, ну, дерьмина, его можно употреблять только по малейсии, только с попсиколой. И, конечно, при такой цене, там, ну, балантинец прекрасен. Из односолодового, ну, приличного, конечно, за 1000, но нет ничего. Либо это будет с какими-то дикими скидками, какой-то маленький карманный объемчик. Есть там несколько ирландцев. Всякие килхаманы, там, так далее. Килбеганы, или как они там называются. Которые тоже где-то в районе штукаря стоят за 0,7. Ну, окей, но не всегда же хочется айроши. Вот здесь, например, есть очень легкий. Не для любителей айлы, безусловно. Но дымок. Да, это не тарфа, это не густота, но это все-таки запах на напитках. Это запах. А если вы возьмете... Вот здесь, прям, отличный виски. Блок-блок. Чёрный и белый. Ну, там, две собачки смешных, найти какие-то интерьеры. В плане, бухать его на безденежье, в принципе, отличный выбор. И 0,7 бутылка стоит там рублей 700. Но на практике, почему бы я ему там из пяти баллов поставил бы все-таки только 3, даже по соотношению ценно-качества. Потому что у него отсутствует вообще запах как таковой. Ну, на мой вот взгляд. Я его не обоняю никак. А для меня это важно. Когда я пью, у напитка должен быть какой-то запах. И так же, как мне не нравятся вот эти мощные взрывные торфы айловые, ровно настолько же мне не нравится, когда у напитка запах слабый. А вот тут вот есть вот этот шотландский дымок. Вот этот запах, который как бы отпугивает, например, американцев от шотландского виски. Почему они вам массово, в принципе, предпочитают свои бутылки. Даже там у Джека Лобдума это было описано, типа, виски дымом пахнет. Ну, вот если все время, как бы, уровень дыма для человека, который хочет пить виски, понимать какое-то там отождествление его с шотландией, да, но при этом не готов, как бы, вот, ну, нюхать шпалу и даже сильный дым ему не нравится, вот балантасия, то есть, говорю, это композиционно в своей там ценовой сегменте. Композиционно, вот, запах, вкус. После вкуса он даже немножко раскрывается. Вот его сейчас я выпил, у меня еще до сих пор есть вкус, он не такой, который учитывал напитка во рту. У него все с этих делом очень хорошо. И, в принципе, ну, если хочешь пить пристойный виски, не хочешь платить за него овер до хера прайса, то балантасия – это хороший выбор. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Предлагайте вообще своих фаворитов. Потому что мне там, ну, иногда пишут, ребята, там, типа, сделают жар такую виски. Я так что-то жалом поводил, ну, просто по магазам, которые у меня рядом с дому, по лабазам. Я, ну, такого не нашел, какого-то там, роял скотча, ну, не увидел. Может, там в какой-нибудь ленте есть, но у меня тут лента рядом, ну, нет. В общем, если предлагаете попить какую-нибудь виски, сообщайте хотя бы, где вы его видели, где сами покупали, тогда будет сильно проще с этим делом. Вот, а сегодня хер с ним, с этим спорным дизайном, да, хотя, если у вас, например, никакого балантасия нет, то, может быть, вместо, чем хороша классическая, она уже давно не менялась, этикетка, они там с дизайном не заиграют, она очень сдержанная, тоже такая консервативная политика в области дизайна, и, конечно, говорю, балантас, он даже на этикетку хороший. Да, вот это их МПМ-ка, такое бежевое поле пустое, и все там, виски-хуиски, немножко цвета. Ну, тут они, конечно, да, для них это почти можно рассматривать, как такой глобальный ребрендинг, но я надеюсь, они это вот делали только на 2021 год, и в дальнейшем их выпуски будут нас радовать старым добрым дизайном, узнаваемым. Ну, а на этом, Котофей, давайте, всего вам доброго, был рад видеть, я до Нового года к вам вернусь, ну, потому что Новый год как раз это такая тема, как только обзоры передаши дарят бутылки, откуда-то они сами возникают, ну, и я, разумеется, не буду пить все праздники там в 10 дней, надо постараться быть в сознании и какого-нибудь контента заделать. Потому что, говорю, у меня очень высок уровень от браковки, там, из последних четырех видосов до выпуска добрался только один, это при том, что я их никак не обрабатываю, никак не режиссирую, я просто на себя смотрю, понимаю, что это просто пьяная мразота, которая язык заплетается, ничего интересного она не сообщит, ну, а чисто визуальным клоуном работать, артистизму не нужно, я думаю, у любого из нас есть пьяные друзья-животные, на которых мы можем посмотреть, не использовать для этого мощности видеохостинга YouTube, верно ведь? Вот слава. Пока, ребзя, до скорых встреч в дежурной части, не дай бог, конечно.